В программе святкования 90-го года Гомельской епархии закладка храма у гонор святого мученика Иоанна Воина у Жлубине. Наведование монастыра у Жлубинском районе приходов уведцы и добруши. Але почнуться урочистости минавито тут у свято-пятропавловским кафедральным соборы, одним со старейших храмов Гомельщины. Инициатором его будовництва был граф Миколай Румянцев. Первый камень, закладенный у Кастрышнику 1909 года. Правда, дальнейшая история собора оказалась неоднозначной, як, до речи, история Гомельской епархии. Утворенная у 1925-м годе, и она одразу подверглась ганенням сбоку тагачасных улад. У 1929-м собор закрыли, потом тут находилась экспозиция местового музея и антирелигийный отдел. У 1962-м будинок переутварили у планетары. У другой половины 80-х верники попробовали вернуть храмы, досягнули гэтайметы, хоть и с великими тяжкостями. Собирали подписи в население среди православных верующих. Поехали в Минск, там тоже отказали. Поехали в Москву, отдали эти подписи. Одновляли собор литерально усім светом. Гэта была сапрауды народная будовля, а таму и относины до храма у людей особливые. На початку 1990-го у им провели першую литургию, ясча празгод одновили звонницу. Сёння свято-пятропавловский собор, галовный храм Гомельской епархии, и не выпадкова, что минавито тут 11-го жнивня пройдя святочная литургия, пресвеченная 90-го дзю творения епархии. Богослужение означалиць патриарш и экзарх у сия Беларуси Павел, сарод запрошенных гостей архиеры из Беларуси, России и Украины. Мы стараемся по мере сил прославить Господа, всё в храмы стараемся, чтобы в храмах было всё лучшее, что может человек сотворить для Бога своим искусством, своими умениями. Поэтому просто выражение нашей любви к Богу, то, что вы видите здесь.